Слава Украине! Приветствую вас от Полонского. Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон, ну просто суперскандальный закон, о том, что коррупционеры не должны сидеть в тюрьме. Но это звучит приблизительно так. И воспринимается всеми людьми вот этот мерзкий закон приблизительно так. Как они это проголосовали, я не знаю. Кем надо было быть, чтобы такое проголосовать, я тоже не знаю. Но вот эти вот негодяи, которые... Я их по-другому не могу назвать. Негодяи, которые голосовали за, по-моему, в следующей Верховной Раде сидеть права не имеют. Сейчас я объясняю, в чем тут дело. Смотрите, значит, получается, что они проголосовали следующую вещь. Вот если ты такой хороший парень, ну вот, олигарх, да? И обворовал страну, обворовал, ну как обычно там, да? Украл заводы, там конфетные фабрики, пароходы, то, сё. Военный завод украл, еще что-нибудь украл. Ну мало ли что украл, да? Наворовал. Там много у нас таких товарищей, которые вот это все делают, да? Украл ты это все? А потом тебе говорят, эй, Вася, Вася, стоп, стоп, стоп. Ты ж украл, вот на тебя НАБУ наехал, там БЭБ наехал и так далее. Ты ж наворовал. А ты говоришь, а, пацаны, так все, все. Я не буду, я уже хороший пацан. Я просто по-простому рассказываю. Вот вам, на чем вы меня конкретно ловите, да? То есть вот представьте себе, товарищ украл 15 объектов. Они говорят, тут у нас есть данные по вот этому объекту и по вот этому объекту, что ты их украл, вот по двум, по трем, да? Значит, сколько они стоят? Вот этот стоп, а этот стоп. У них нету данных по всем 15 объектам, вот есть по двум, по трем. Он говорит, да нет, не вопрос вообще, пацаны. Вы шо, я классный пацан. Сколько это все стоит? Столько-то? Отслюнявлю вам, наликом. Еще и в карман дам каждому, вот, чтобы вы не тявкали. И да, да, нужно заплатить штраф. Нужно заплатить большой штраф. Заплачу еще один штраф. Все, я уже не сижу. Не, не сидишь. Ты хороший хлопец, иди гуляй. Вот так вот звучит этот закон в простонародье. То есть, это закон о том, что олигарх, да почему все олигарх? Любой богатый человек, который наворовал, проворовался, да? Украл то-то-то-то-то-то, на чем-то прохватился. Ему выписывают, он должен возместить, значит, грубо говоря, ущерб в державе и заплатить большой штраф, и идти гулять. При этом он даже не должен раскрывать схематоз вот этот вот. А зачем? И подельников. А зачем? И сидеть в тюрьме он тоже не должен. Вот так вот, да. То есть, это сказать, что это скотский закон. Ну вот, я просто называю вещи своими именами. Это ничего не сказать. Это свинство в квадрате. Там сразу же и НАБУ начало кричать, что вы там напринимали, и так далее, и так далее. Но у меня вопрос даже не в этом, понимаете? У меня вопрос к тем, кто там сидит, вот кто голосовал за этот закон. Ну, там ОПЗЖ бывший голосовал, с ними абсолютно понятно. Там олигарх на олигархе, там все четко, да. Они дико счастливы такому закону. Может быть, это даже способ расплаты с ними за то, что за верное голосование все это время. У меня вопрос ко всем остальным, кто за эту мерзость голосовал. А у вас что в башке? Или вы думаете, что будете вечно олигархами? Некоторые, там один из этих самых, из зеленых, сказал, что, значит, я по ошибке голосовал. Я вообще не посмотрел, что я тыцнул. Я просто тыцнул и проголосовал. А второй раз я тыцать не... Это первое чтение. А сейчас, говорит, туда накидаем поправок. Закон будет другим. Ну, хотелось бы верить, что закон будет другим. Сразу скажу, что закон еще не принят. Он проголосован в первом чтении и не подписан. Ну, Архамия начал верещать, что, значит, сразу же это от нас требуют европейские партнеры принятия такого закона. Что европейские партнеры требуют от вас принятия закона, по которому можно наворовать, а потом не сидеть? Вы что, охренели? Я так просто выражаюсь, потому что у меня нет слов. Я хочу вообще не так говорить. Но если я буду говорить то, что я думаю, то тогда вот этот ролик на ютюбе будет звучать так. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, из него получится мелодия хорошая, да? Вот так вот. Вот такой вот закон они там наголосовали в первом чтении. Посмотрим, что оно будет ко второму чтению. Но, ну вот, как же, с чем это закончить? Я скажу так. Вот этим, кто это наголосовал, вы охренели.